Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второму посланию Коринфянам, первоверховного апостола Павла, и сегодня мы будем разбирать восьмую главу этого послания. В данной восьмой главе апостол уведомляет Коринфян о добром примере македонян в деле благотворительности и поощряет подражать им. Он сообщает им также о том, что Тит послан к ним с целью сбора их пожертвований. Об этом говорит первый по шестой стих восьмой главы. Затем он продолжает поощрять их к исполнению этого долга с помощью ряда убедительных доводов, это с 7 по 15 стих, и дает рекомендации лицам, кому было поручено это дело, с 16 по 24 стих. То есть эта глава посвящена очень важному вопросу сбор благотворительности. И с первого стиха и ниже апостол Павел рассуждает. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским». Благодатью Божией он называет стремление этих христиан заниматься благотворительностью. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Их благотворительность усиливается от того, что они сами подвергаются испытаниям и сами бедны. «Ибо они доброходны по силам и сверх сил. Я свидетель». То есть очень важно, когда благотворительность не каким-то казенным приказом осуществляется, приходами, а когда это делается все доброходно, и Павел подчеркивает «доброходно по силам», то есть не сверх сил, потому что нельзя заниматься боготворительностью за счет собственных семей. «По силам и сверх сил», то есть в некотором смысле сверх сил, «я свидетель». Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. То есть они упрашивали взять, а почему же апостолы как бы не соглашались? Потому что видели их нищету, их проблемы. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя. Во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас это доброе дело. Тит, как мы знаем, он доставил первое послание к коринфянам, коринфянам. Теперь ему поручена миссия осуществлять от лица апостолов сбор милостыни для Иерусалима, для страждущих христиан Палестины. И в послании к кремлинам, 15 глава, 25-26 стих, апостол Павел писал, «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Итак, он поставил в пример верующих в Македонии для верующих в Коринфи. «Ибо они доброходны по силам и сверх сил, я свидетель». И вот Амбросиастер так объясняет эти слова. «Сколь достойно было и угодно Богу, который знал ограниченность их силы, то есть македонян, предаваться всеми силами служению». То есть их собственные силы ограничены, но они всеми силами предаются служению, благотворительности. «И поскольку они от всего сердца предали себя Богу, уже более хотели совершить, чем им это позволяли их силы». Конец цитаты. Профессор Десницкий, объясняя слово «доброходны», утверждает, то есть они добровольно давали средства для иерусалимских христиан. Это слово, а можно также относить к выражению «убедительно просили», то есть не просто доброходно давали, а даже навязывали свою помощь. «Они сами просили о своем участии в этом служении иерусалимской общине». И далее мы читаем апостола Павла «А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуете и сию добродетелью». То есть вера не бывает без слова. Тот, кто верует, он свидетельствует о своей вере. Не бывает веры без познания. Познание достигается всяким усердием в исследовании, но необходимо иметь и любовь, и тогда добродетели будут изобиловать. Ведь добрые дела – это плоды, которые вырастают на древе веры, соединенные с познанием и с любовью. Восьмой стих апостол Павел пишет «Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность вашей любви». То есть, ставив в пример македонян, он испытывает их искренность. Коринфян. Христос ставил в пример даже еретиков-сектантов. Это притча о добром саморенении, чтобы пробудить ревность у правоверных людей. Амбразиастер пишет. Понятно, что он не приказывает, то есть Павел не приказывает собирать милостыню, а просит коринфян послать средства терпящим голод и облегчить их положение, проявив добрую душу пред Богом и людьми, за что они, вне сомнения, получат награду. И в Писании сказано, книга Экклесиаста 11.1 «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Казалось бы, река уносит хлеб, и он уже не вернется против течения. Но любое добро, которое мы делаем, рано или поздно, оно возвращается к нам. Далее апостол Павел рассуждает, 9 стих, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Как мы можем обогатиться нищетой у Христа? Нищета Христа, как пример для нас, известно, что Сыну Человеческому негде было головы преклонить, помогает нам выстраивать правильную иерархию ценностей, что на первом месте, что на втором, что на третьем, что на четвертом, а что на пятом. И Блаженный Августин пишет, «Кто из людей способен познать все сокровища премудрости и знания, сокрытых во Христе и утаенных под нищетою Его плоти? Ибо Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. И когда Он принял на Себя нашу смертность и одолел смерть, Он явил Себя в нищете, но обещал богатство, пусть и отстроченное». Действительно, Господь обещает нам великие блага, когда Он говорит, «Не копите себе сокровища на земле, где воры подкапывают и крадут, где моль и ржа разъедает, но собирайте себе сокровища на небеса, где воры не подкапывают и не крадут, где моль и ржа не разъедает». То есть очень важно выстроить правильную иерархию ценностей. Святитель Абруси Медиаланский писал, «Это бедность, богатство для меня, а немощь Господа – моя сила. Он предпочел бедствовать, чтобы стать изобилием для всех. Его младенческий плач меня омывает, его слезы смыли мои преступления. Господи Иисусе, я больше в долгу перед Твоими обидами, искупившими меня, чем создавший меня Твоей творческой силе. Наше рождение казалось бы бесполезным, если бы не было искупления. Но пусть никто не ограничивает божественную природу телом и телесными действиями. Одно – природа плати, другое – слово божества. Он был немощен ради Тебя, силен по божественной природе, нищ ради Тебя, богат по божественной природе. Не суди по тому, что видишь, но познай уготованное Тебе искупление. Ты видишь Его, Христа, в лохмотьях, но не видишь Его на небесах. Слышишь плач младенца Иисуса, но не слышишь мычание вола, призывающего своего Господа, ибо познал вол хозяина своего и осел кормушку господина своего. В конце святитель Амросий приводит пророчество из Исаии, 1 глава, 3 стих, отрывок взят из изъяснения Евангелия от Луки, книга 2. Далее апостол пишет, «Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело». То есть вы уже желали собрать помощь. «Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно ждали, то и исполнено было по достатку, ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. То есть нельзя требовать людей то, чего они не имеют, и давать люди должны по достатку. «Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток к восполнению их недостатка, а после их избыток к восполнению вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано, кто собрал много, это о манне сказано, небесном хлебе, как написано, то есть в пятикнижии, кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка». Здесь благотворение, оно сравнивается с небесным хлебом. То есть ты собираешь деньги, какие-то средства, чтобы помогать другим, но это как небесный хлеб для тех других. Далее апостол рассуждает, благодарение Богу, вложившему в сердце Титова, то есть в сердце Тита, такое усердие к вам, то, что он взялся организовать сбор помощи в Каринфах для Иерусалима. «Ибо хотя я и просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно». То есть его не пришлось заставлять. «С ним послали мы также брата во всех церквах похваляемого за благовествование». Что такое значит «благовествование»? За Евангелие. А какой-то брат, который во всех церквах похваляется за Евангелие. Это евангелист Лука. Его похваляют за Евангелие, которое он написал. «И при том избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим, во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению». То есть речь идет о том, что апостол Лука, он, возможно, представляет корпорацию церквей, как инспектор, он будет наблюдать, что все собирается как должно. Казалось бы, а зачем следить за апостолами? Неужели можно оказать недоверие, подозрение по отношению к ним? Нет, это такой установленный порядок. Когда дело касается сбора каких-то ценностей, здесь никакой авторитет не воспринимается. «Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми». А как это они стараются? «О добром не только пред Господом, но и пред людьми». Ведь же сказано у Матфея 6.1 «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Чтобы понять, почему Павел здесь пишет, 21 стих, «Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми». Прочитаем Матфея 5.16. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». А так как апостолы не искали славы себе, а Господу, то и такие дела совершались открыто для прославления Господа. 22 стих. «Мы послали с ним и брата нашего», то есть с Лукою, «которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности вас». А это что за инспектор? Это представитель как раз Иерусалимской церкви, той самой церкви, для которой будут собирать эти ценности. И давайте посмотрим, как важно, когда сбор ценностей, чтобы не один человек занимался распределением, а была бы создана целая ревизионная комиссия. И для того, чтобы это понять, мы читаем 4 царство, 12 глава, с 9 по 10 стих. Это библейский прецедент, что в таких делах, как денежные дела, волюнтаризм, какая-то чрезмерная самостоятельность, недопустимо. «И взял священник Иодай один ящик и сделал отверстие сверху его и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господен. И полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господен. И когда видели, что много серебра в ящике, приходили писец царский, представитель светской власти, и первосвященник, представитель духовной власти, и завязывали в мешки, и пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем». То есть это не просто так собирать пожертвования. Служители церкви обязаны отчитываться так же, как отчитываются и все остальные люди. И этот порядок установлен, что должен быть наблюдатель от светской власти и от духовной. И окончание сегодняшней главы, что касается Датита, это мой товарищ и сотрудник у вас. Слово «товарищ» — человек, который совершает со мною одно служение. Такое значение этого русского слова. Или одну и ту же работу. Что касается Датита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей. То есть, Лука пришел от конфедерации церквей среди язычников, а человек от Иакова, от Иерусалимской церкви, представляет интересы церкви, для которой собирали помощь. А что до братьев наших, это посланники церквей слава Христова. Итак, перед лицом церквей дайте им доказательства любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Такими словами апостол Павел оканчивает восьмую главу второго послания Коринфянам. И если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать девятую главу этого послания. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...